Международный молодежный лагерь Беларусь в эти дни вновь собрал друзей из Беларуси, России и Латвии на стыке трех границ в Верхнедвинском районе. Уже по традиции палаточный городок разместился на лесной поляне, расположенной в историческом месте, недалеко от кургана дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. В этот раз наша съемочная группа отправилась на международный слет не только в качестве журналистов, но и как участники от команды Витебской области. Анастасия Бутов с места событий. Татьяна Новикова и Александр Васильев в лагере Беларусь персоны не просто известные, они уже почти история в летописи молодежного форума. Их практически никто не называет по именам, зато все знают, как маму и папу этой большой туристической семьи. Мы храним традиции, мы передаем эти традиции. В каждой семье ребенок это основа всего. Вот так же и мы с мамой стараемся, что каждый, кто сюда приехал, мог максимально себя реализовать. За 25 лет по самым скромным подсчетам они обрели более 10 тысяч детей из Беларуси, России и Латвии в государстве под названием Беларусь. Сегодня живут молодые люди, которые преодолели тысячи километров, чтобы стать частью этого грандиозного туристического праздника. Ехала сюда долго, преодолела 3000 километров, чтобы побывать на таком замечательном фестивале. Мы преодолели в семь часовых поясов, мы из Хабаровска. Здесь такая атмосфера, которая ни с чем не передаваемая, ни с чем не сравнимая. Самому юному участнику лагеря 7 месяцев, самому взрослому раз в 100 больше. А Павлу Радченко и Злоево аккурат исполнилось 25. Ровно такую же дату со дня рождения отмечает сам лагерь. Я думал отметить день рождения сначала в кругу своих друзей дома, но так получилось, что я оказался здесь и ни капельки об этом не жалею, потому что здесь собралась вот такая прекрасная компания, все так радушно меня поздравили. Лагерь Беларусь. Сегодня не просто место встречи молодых людей из Беларуси, России и Латвии. За четверть века он стал площадкой и для международных переговоров. Слет 2017 проходит под девизом «На встречу всемирному фестивалю молодежи и студентов», который в октябре пройдет в Сочи. Пользуясь такой великолепной площадкой лагеря «Беларусь», мы имеем возможность обсуждать с нашими коллегами предстоящие проекты. Россия – это лишь только площадка, а само содержание, само организационное составляющее, это, конечно же, будут делать участники. Праздник молодости и радости. В последние выходные июля – событие, которое невозможно забыть. О традиции, заложенной в лагере «Беларусь», подхватывают не только дети, но уже и внуки легендарного форума. Дубовые веники, посвящение новичков, встреча с ветеранами на международном лагере «Беларусь» – символично каждая деталь. И даже этот дождь, который сегодня сменил яркое солнце, не может разлить дружбу между тремя народами и полтысячью человек. Кстати, палатка – это тоже своеобразный символ единения. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебское область.